Если я ничего предпринимать не буду, то, скорее всего, окажусь на кладбище. Ко мне каждый день, каждый день, десятками приходят такие люди, у них бизнес-планы шикарные, они все должны стать миллионерами, ну, как минимум, а как максимум – миллиардерами. Но, как правило, заканчивается тем, что потом их бегаешь и выбиваешь с них долг. Жалею, потому что эти 4 месяца до сих пор сказываются, до сих пор догнать не могу. То есть их целенаправленно вытравливают, как крыс, да, то есть людей, чтобы не дожили до пенсионного возраста, и чтобы пенсионные накопления остались в закромах государства, скажем так. Да, я приехал, когда в Америку первый раз, и начал есть там их вегетарианскую еду, да, там огурцы, помидоры, салат. Я чуть не сдох в первый день. Как это говорят, есть такая поговорка – рак кошелька дает метастазы на все сферы жизни. Ну, примерно так. Приветствую, друзья. На связи у нас сегодня Сергей Савич. Прошу любить и жаловать. Да, приветствую всех. Да. Друзья, я думаю, что за время вашей деятельности в сетевом маркетинге вы часто бывали на презентациях сетевых компаний, где вам расписывали маркетинг-план, как много можно зарабатывать. Но, наверное, вы согласитесь, очень часто люди, которые рассказывают о заработках – это теоретики. То есть они сами на данный момент еще столько не заработали. И вот сегодня у меня есть возможность взять интервью человека, который не просто теоретик, а практик. Потому что Сергей уже достаточно давно занимается сетевым маркетингом и заработал не один миллион долларов в данном бизнесе. Поэтому я думаю, что это интервью будет полезно для нас, для всех. Так, Сергей? Ну, я надеюсь, по крайней мере. То, что заработал не один миллион долларов – это так. Что вырастил несколько миллионеров – это тоже так. А вот насколько полезным будет, это будет зависеть от того, насколько люди захотят взять информацию, которую мы поделимся. – Отлично. Но, я думаю, всегда вообще интересно узнать предысторию. Хотелось бы узнать, кто ты вообще по специальности, на кого учился и как получилось, что ты попал в сетевой маркетинг? Как все начиналось? Ну, начиналось все банально просто. Я работал в банковской сфере. Более 10 лет отработал в крупнейших банках страны. И успешно двигался по карьерной лестнице. И вот, работая в аналитическом управлении Альфа-банка, в руки попала статистика аналитика по рынкам. Ну, и она меня немножко, мягко говоря, ужаснула. Потому что более 50% людей всю жизнь упорно работают, мечтая о какой-то счастливой жизни. Или, может быть, хотя бы отдохнуть на пенсии, понянчиться с внуками и так далее. Так вот, более 50% людей до пенсионного возраста даже не доживают. А сейчас у нас еще отодвинули пенсионный возраст. Это значит… Еще меньше людей доживут до пенсии. Да, 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 да. Ну, сами понимаете, что будет. Так как жизнь легче не становится. Второе. Те, кто дожили, у них уровень жизни, у 96% людей уровень жизни резко падает. То есть они уже не живут, а доживают. Доживают, донашивают и так далее. 3% людей, которые на этих жизненном пути, это примерно с 20 до 60 лет, 40 лет, да, что-то откладывали, может быть, инвестировали. Вот там в советские времена кому-то, может быть, квартира досталась, они ее сдают, да. И у них какой-то источник дохода есть. И всего лишь 1% становится финансово свободным. Вопрос на засыпку. Я задал себе вопрос. Вот у меня 10 лет за спиной. В какую категорию я двигаюсь? Активов я не сразу дал. То есть ты, получается, задумался именно о своей жизни прежде всего, да? Куда ты двигаешься? Ну, конечно, конечно, конечно. То есть чем выше двигаешься по карьерной лестнице, вот я, например, очень люблю путешествовать. Я не знаю, как другие, да. Но я понимал, что чем выше я двигаюсь по карьерной лестнице, тем меньше свободного времени у меня остается. То есть 2 раза в год отпуск по 2 недели, вот и все, на что ты можешь рассчитывать. Вот. Ну, помимо путешествий, хочешь себе какие-то другие вещи в жизни делать, да. Вот. И самое главное, куда двигаешься? И я понимал, что я скорее двигаюсь на кладбище, чем 50%, которые... Если я ничего предпринимать не буду, да, то, скорее всего, окажусь на кладбище. Поэтому для меня стояло 2 задачи. Первая – решить задать вопрос со здоровьем, чтобы я как минимум дожил, да, попал в те 50%, которые дальше живут, вот. А вторая – это создать активы, которые позволяют тебе получать доход, независимо от того, работаешь ты или нет. Вот моя основная мотивация была. У меня не было цели зарабатывать миллионы долларов, у меня была цель выйти на доход в следующие 10 лет, в следующие 10 лет, выйти на, создать активы, которые позволяют получать доход, порядка 10 тысяч долларов хотя бы, независимо от того, работаешь ты или нет. Вот была моя мотивация. А вот скажи, пожалуйста, наверняка во время твоей работы в Альфа-банке ты наблюдал, а, может быть, лично испытывал ситуацию, когда человек, может быть, топ-менеджер, имеет хорошую зарплату, у него уровень жизни соответствующий, но по разным причинам его могут уволить, или он может заболеть, и все. И человек, который привык уже получать определенную зарплату, на какой-то период остается без работы, и, ну, особенно если он в возрасте, уже долгое время не может найти работу с соответствующим доходом. Вот бывало такое? Ну, конечно, бывает. Сплошь и рядом, особенно сейчас, когда целые сектора сокращают. В Бербанке было сокращение порядка 6 тысяч работников. То есть это 6 тысяч человек, которые привыкли получать деньги. Кто-то больше, кто-то меньше, да. И они остаются безработными. Более того, сейчас все больше высокодоходных, скажем так, профессий очень сильно ужимают. Например, если раньше управляющий, это был царь бог в каком-то подразделении банка, сейчас это такой же менеджер, который вот в таких узких тисках, который ничем не отличается от работника Макдональдса, по сути дела. Единственное, что у него в управлении люди, да, он жестко в регламентах влезет. Шаг вправо, шаг влево, как говорится, расстрел. И, соответственно, это основная проблема, если ты заболел, если ты уволился. Да и более того, не надо даже увольняться. То есть ты все равно, когда придешь к пенсионному возрасту, ты будешь уволен, от тебя избавятся. И сейчас все больше профессий, где заменяют роботами людей. То есть это юриспруденция, это бухгалтерия, это всякие люди, которые документами занимаются и так далее. Мы к этому идем. И мы в этом, вернее, не идем, мы в этом живем уже. Это происходит на наших с вами глазах. Но у меня основная мотивация была не страх потерять рабочее место, потому что у меня очень востребованная специальность. То есть я как и финансист-аналитик, и плюс инженер системотехники, который знает систему хорошо. Меня, собственно, для этого и вольфбанк звали, потому что там сейчас работает система, которую мы внедряли. Меня больше интересовала не востребованность моя, а меня больше интересовало свободное время мое. То есть одно дело, когда ты усердно работаешь, принося прибыль кому-то, и другое дело себе. Разница есть чужие деньги считать или свои. В общем, надоело обменивать время на деньги, как Киосаки говорит. — Абсолютно верно. Я тогда ни Киосаки не знал ничего, но я прекрасно понимал, что в следующие 10 лет, если я буду делать то же самое, меня никуда не приведут. Более того, когда я думал, куда пойти, чем заняться, 7 лет из 10 я занимался кредитованием. На всяких разных предпринимателей, от среднего до мелкого и крупного бизнеса, я насмотрелся. То есть они все живут практически на кредиты, на аренду, и себе часто ничего не остается. То есть они все закредитованы, перекредитованы, и даже крупный бизнес, он весь в долгах часто бывает. Мне этого геморроя тоже не хотелось говорить там про… — То есть глядя на них, у тебя не возникло желания именно заняться традиционным бизнесом, да? Или все-таки были попытки? — Абсолютно верно. Не, не было даже желания. То есть я искал нишу какую-то, где я смогу, а, быть достаточно свободным, и путешествовать, б, которое позволяло бы без больших инвестиций и рисков создавать бизнес. И вот тогда как раз, как я познакомился в первый раз с сетевым маркетингом, меня, как человека, который занимался на тот момент кредитованием, пригласили на презентацию. В общем, пригласили хитростью, сказали, что приезжает человек, ты специалист, ты бизнес оценишь, вот там какой-то бизнес предлагают, ну, сходи просто, мне дашь совет. Ну, я пришел, презентация идет, людей собрали, выходит человек и начинает рассказывать про бизнес. Очень хорошо, что он не врал. Он сказал, что вообще бизнес начала жена, мне понравилось, что она за три дня заработала мою зарплату, и я понял, что как-то я что-то тем занимаюсь. И он начал рисовать кружочки и рисовать светлое будущее. Когда презентация закончилась, я посмотрел, этот товарищ, который мне сказал, я говорю, слушай, вот ко мне каждый день, каждый день десятками приходят такие люди, у них бизнес-планы шикарные, они все должны стать миллионерами, ну, как минимум, а как максимум миллиардерами. Но, как правило, заканчивается тем, что потом их бегаешь и выбиваешь с них долг. Да. Поэтому, говорю, одно дело кружочки рисовать, другое дело, я пока говорю, бизнеса не вижу никакого, то есть, ну, это все слова. И на этом дело, собственно, закончилось. Но идея как таковая, что можно строить клиентскую сеть, которая обслуживает компания, а ты с этого получаешь доход, ну, мне как бы идея понравилась. На тот момент не было, это сейчас куча информации про сетевой маркетинг, все знают, что это такое и так далее. Тогда этого ничего не было. А это были, извините, это 90-е годы были еще первые презентации? Нет, это уже ближе к 2000-м было. Вот. И вот через 9 месяцев примерно гляжу, опять этот же человек приезжает в наш город, я тогда еще в Твери жил, и опять, ну, собирает людей. И здесь уже мне самому стало интересно, ну, вот, одно дело кружочки рисовать, другое дело... Да, посмотреть, чего он достиг, да? Посмотреть, да, к чему эти кружочки привели. Я прихожу. Ты знаешь, его презентация очень сильно поменялась. Ага. Если вначале он рассказывал про возможности, рисовал кружочки там про жену, как про продукт и так далее, то здесь он начал показывать, где они с женой были и что получили за эти вот 9 месяцев. Ага. Да? Но он гораздо свободнее. Ага. Но у меня, чтобы получить этот статус и положение, на тот момент зарабатывал больше главного бухгалтера в банке, так как отвечал со всю банковскую систему. Ага. Но у меня к этому я шел 7 лет на тот момент. А он, извини меня, за 9 месяцев. За 9 месяцев. Я понял, чего-то я об этой индустрии не понимаю. Надо в эту... С чем-то я не тем занимаюсь, да? Ну, еще, может быть, не было бы того понимания, что не тем занимаюсь, но появилось желание разобраться. Ага. И вот когда я начал изучать индустрию, Штаты, Европу, да, другие страны, где это работает давно, я понял, что это офигенно здоровый рынок. Но у нас он чистый. Ага. И я четко понял, как я могу как раз создать свои 10 тысяч долларов за следующие 10 лет. Поэтому, когда я заключал контракт свой первый, да, то есть у меня была цель сформировать команду и выйти на доход там 10 примерно тысяч долларов за следующие 10 лет работы. Вот. Вначале я совмещал. И первые там полтора года у меня результатов особо не было. Почему? Компания была не то. Я очень быстро понял, что не в каждой компании это можно заработать. Извини, первая компания была продуктовая, с физическим продуктом каким-то? Не, первая компания была, ну, там и продукт был, и услуга. То есть она как раз была первая, кто обещала создать, ну, рисовала перспективы электронной коммерции. Тогда люди знать не знали, что это такое, и все как черт отладан от этого шарахались, как это заказывать через интернет товары. Да. Вот. Ну, компания достаточно быстро забанкротилась. Вот, как я сказал, я понял, что не в каждой компании, в принципе, можно заработать. Вот. И вот уже осознанно, ну, вот там я через нее познакомился с человеком, который был французом, и который в свои молодые годы зарабатывал там под 100 тысяч долларов в месяц. Это было для меня очень сильный показатель, потому что в банке люди зарабатывали даже на топовых позициях примерно такие деньги за год. Вот. И не забывай, это не сейчас 100 тысяч, это тогда 100 тысяч, это данная стоимость денег. Да. Вот. И, соответственно, в следующую компанию, в которую я пошел, я уже приходил осознанно, опираясь на свой опыт. Вот. в 2003 году пришла компания с очень интересным направлением на тот момент. Вот. Оно мне понравилось, и я включился более серьезно, уже используя свой опыт. И буквально за полтора месяца вышел на такой же доход, какой у меня был практически в банке. В банке у меня 10 лет за спиной, хорошая должность, и, грубо говоря, 8 часов минимум рабочего времени, больше я уже не пересидывал, потому что я понимал, что вопрос времени, когда я уйду. А здесь я тратил там 4 часа после работы, плюс выходные. Вот. И когда доход почти сравнялся, в сентябре 2003 года я уволился и занялся бизнесом 100% времени. Вот. Соответственно, свой первый миллион заработал долларов через 5,5 лет. Вот. И сеть была в той компании около 100 тысяч человек в нескольких странах. Вот. Потом произошел следующий интересный момент, то есть все мечтают, чтобы компания там росла, развивалась, выходила на биржу. Но когда мы вышли на биржу, начались приколы. Я, кстати, входил в число 20 крупнейших акционеров компании, вот, потому что часть денег пускал на покупку акций. Произошла следующая вещь. Акционеры могут зарабатывать в двух случаях. Первое, это за счет роста бизнеса, второе, за счет снижения издержек. Соответственно, когда расходы снижаются, акции растут, они на этом зарабатывают. И акционеры выбрали второй путь, перестали кормить сеть, а когда ты сеть не кормишь, она что? Это как ручеек, он засыхает. Так как у меня основной доход был не с акции, акции это так, а с сети, соответственно, бизнес начал усыхать, и мы начали с командой думать, что делать. Вот. И на тот момент на рынок выходила американская компания, вот, мы приняли решение идти туда. Понятно, что пришлось, по сути дела, делать все заново. Перед этим семь лет бизнес был отстроен, все работало, доходы были там от сорока до восьмидесяти тысяч долларов в месяц. Вот. И вот приходит американская компания, мы переходим туда, засучим рукава, начинаем опять активно работать, отстраивать сеть, и там свой первый миллион я уже заработал за два с половиной года. Но это не с нуля, потому что уже был опыт, и были люди, были связи, и так далее. Соответственно, там вышел на доход максимальный был 120 тысяч долларов в месяц. И там уже была сеть чуть-чуть поболее, 180 тысяч человек в 25 странах за следующие семь лет. Потом американцы сваливают с рынка, черки начались, рост курса доллара, у нас продукт и так был не дешевый. Но они просто решили забить на рынок. У них стран много, одной больше, одной меньше. А это в 98-м году, когда дефолт произошел? Ой, нет, это был 2014 год. А, второй дефолт, это как раз когда начинаются обострения отношений и так далее. А так как у меня 50% товарооборота было в странах СНГ, соответственно, квалификации падают, резко падают обороты, и мне, собственно, желание с ними работать пропало. Вот. открыл свою компанию, сетевую, продуктовую, и только мы ее запустили, только она начала более-менее хорошо активно развиваться, там за несколько месяцев 4,5 тысячи человек структура была. И вот тут я встречаюсь с Филиппом, это тот человек, с которым я свой первый миллион долларов заработал, и он мне начинает рассказывать про проект, где не надо ничего продавать, ты наоборот людям помогаешь с их покупок, которые они и так делают возвращать деньги. А это у меня собственно была мечта всегда, я никогда не понимал, ну по большому счету никогда не понимал, почему сетевик должен двигать какой-то один продукт. Какой бы он хороший не был, жизнь людей одним продуктом не заканчивается. Вот давай посмотрим с тобой, например, сетевики организовывают мероприятия постоянно, да, вот вывозят людей на события. Билеты на самолет или поезд они покупают? Покупают. Дальше гостиницы бронируют? Бронируют. То есть самолеты заработали авиакомпании, гостиницы, заработали, дальше приезжают, чтобы поехать куда-то там одежду покупают, чтобы хорошо выглядеть, одежды, кто продает, заработал. Приехали в рестораны, ходят, там кушают, рестораны заработали. Ты сделал кучу людям товарооборот, почему ты с этого не получаешь деньги? Ну, нормальный же вопрос, да? И вдруг появляется компания, которая позволяет и магазинам выигрывать, клиентов дает, и оборот, товарообороты клиентов получает. Но самое прикольное, для того, чтобы вступить в эту компанию и получать доход, клиенту не надо ничего платить. Он бесплатно зарегистрировался и уже получает выгоды. Как ты думаешь, что проще продать, какой-то продукт или возможность бесплатно назад получать деньги? Ну, второе проще. Ответ тут очевиден. То есть, и здесь нужно быть глупым человеком, чтобы там цепляться за старый бизнес. У меня мозги работают быстро. Опять же, посмотрел аналитику, те же Штаты, там кэшбэк-сервисы, оказывается, работают с 98-го года. Там 4 крупнейших сервиса поделили между собой рынок. Если все сетевые компании во всем мире делают порядка 700-750 миллиардов долларов товарооборота, все во всем мире, то здесь 4 сервиса, 2 триллиона в одной стране. Опять, мы доход с чего получаем? Мы доход всегда получаем с оборота. Я понимаю, что это, и плюс, сетевой рынок, он весь переполнен, сейчас уже ничем сетевиков не удивишь. То есть, как здесь развивалась индустрия. Сперва были продуктовые компании, потом пошли компании с услугами. Сейчас рынок, самый массовый, где делаются миллиарды, это маркетплейсы. То есть, если мы сейчас посмотрим компании «Новый миллиардер», это маркетплейсы. А здесь мы объединили все маркетплейсы вообще в одну точку. Все. И тебе эта идея так, ведь ты сказал, что у тебя, по сути, уже своя компания была. То есть, идея тебя так же... она меня зажгла, я сразу увидел перспективу. Я Филиппу сказал, мне нужно 4 месяца, чтобы выйти из той компании, закрыть дела. И я за контракт заключил сразу. Сказал, пока никому не говори, 4 месяца, и я начну работать. Жалею, потому что эти 4 месяца до сих пор сказываются, до сих пор догнать не могу. Хотя входил в совет директоров компании на старте, соответственно, вот всего лишь 4 месяца отставания. Поэтому рынок развивается быстро. На сегодняшний день это самый, наверное, перспективный рынок, рынок кэшбэка. О нем все кричат, о нем везде реклама, все компании используют. Но одно дело используют в каком-то одном сегменте. Это как скидочные карты, да? Одно дело, когда у тебя там миллион карт, и ты их все равно с собой не носишь, и другое дело, у тебя одна карта на все магазины сразу. Соответственно, на сегодняшний день цель компании 10 миллионов клиентов на ближайшие 5 лет. Ну, для примера, американские сервисы, вот я говорил, у них там по 30 миллионов на каждом ежемесячно делают покупки. Мы сделали, когда 5% от запланированного, то есть 500 тысяч человек, в компании появился первый долларовый миллионер. Миллион 300 евро годового дохода. Это 5%. 95% рынка пока впереди. Более того, компания на месте не стоит. То есть, если мы хотим там выходить на тот же американский рынок, на тот же европейский рынок, где хэшбэк-сервисы уже, собственно, какие-то работают, нужно иметь конкурентное преимущество. У нас таких конкурентных преимуществ сразу несколько. То есть, первое, они не платят клиентам. Мы до 20 уровней в глубину даем возможность зарабатывать на клиентском рынке. То есть, те деньги, которые забирают себе сервисы, мы отдаем им. А вот скажи, пожалуйста, те 4 крупных сервиса кэшбэков в США, которые работают, это сетевые компании или просто обычные кэшбэки? Нет, это обычный бизнес, линейный бизнес. Вот как есть линейный бизнес, где продают продукты, да, есть сетевой. То есть, что такое сетевой? Это другая модель продвижения продукта. Я понимаю, я понимаю, но ведь, смотри, США, как мы знаем, это родина сетевого маркетинга. Неужели до сих пор никому там не пришло в голову объединить кэшбэки и MLM? Или были такие попытки? Ну, теоретически возможные были, я про такие не знаю. Или они не прижились. Вот и все. Дело в том, что когда ты рынок берешь, когда и так все хорошо развивается, там никто не напрягается. Когда начинает напрягаться? Когда стагнация? Когда дальше развиваться некуда? Вот как у нас супермаркеты на рынок вышли, что они делали? Они конкурировали на дисконтах. То есть, они снижали цены, делали всякие распродажи, акции, и дошли до того, что дальше они в этом области конкурируют не могут, потому что они и так уже разоряют производителей. Что делать дальше? А дальше приходится включать мозги. Одно дело, когда ты за счет демпинга всех выдавил, и можешь диктовать условия, и другое дело, когда ты не один, и дальше снижать некуда. Как только ты снизишь, они пойдут к другому. А сейчас с появлением электронной коммерции, с появлением Алиэкспресса, таких вот монстров, вообще посредники не нужны. Начинаешь давить на производителя, он свой магазин интернет открывает и начинает напрямую продавать. Соответственно, рынок сейчас очень сильно меняется, мы в очень интересную эпоху живем. Когда люди, которые с головой могут сделать очень большие состояния. И вот такая возможность появилась. Второе конкурентное преимущество, которое у нас есть, мы создаем экосистему, чего тоже ни у кого нет. Мы запускаем свой банк, свой платежный сервис, и когда есть замкнутая экосистема, она снижает все издержки и увеличивает устойчивость бизнеса, давая опять конкурентное преимущество. И третье преимущество, чего никто тоже не делал, мы выделили отдельно эко-продукцию, потому что на сегодняшний день рынок сильно, ну, как бы такое помягче слово выбрать, но у меня другого не подходит, как грубого слова, засран. То есть, почему у людей сейчас нет шансов дожить до пенсионного возраста, если они об этом не задумываются? Потому что природа вся засрана, едят пластиковую еду, и при этом как они хотят быть здоровыми? Никак. То есть, их целенаправленно вытравливают, как крыс, да, то есть, чтобы не дожили до пенсионного возраста, и чтобы пенсионные накопления остались в закромах государства, скажем так, или тех, кто их контролирует. Если мы хотим дожить до пенсионного возраста, первое, нужно убрать причину, по которой нас убьют, то есть, не рассчитывать на пенсионный фонд. Ну, не рассчитываешь, и все, тебе, тебе, ты безобидный. Вот. Второе, заботиться о своем здоровье, потому что сегодня из магазинов, на прилавках магазинов практически нету здоровой еды. Где ее взять? Там, кто ее производит? Проблема в том, что этих производителей до прилавков А, не допустят. Второе, даже если допустят, их продукт будет неконкурентоспособный, потому что, ну, когда химию рядом продают и живой продукт, это разная ценовая категория. В Европе, в принципе, в Америке к этому подошли. Там в магазинах сейчас, вот если вы приедете в Америку, я по миру попутешествовал, более 100 стран мира объехал, так что я свои цели, в принципе, реализовал все, практически все. там прям в магазинах целые разделы экопродукции. Органик фуд, да. Органик фуд, да, абсолютно верно. Но, когда мы сейчас говорим про органик фуд, это не только еда, это еще и избавление всего того, что засирает планету. То есть, пластика, целлофана и так далее, и так далее. То есть, мы сейчас будем поддерживать производителей и продвигать целенаправленно производителей, которые, собственно, задумываются о будущем своих детей, о будущем планеты, да, чего они оставят своим потомкам. Это тоже тренд, и мы, собственно, в этом плане первые из всех кэшбэк-сервисов. А как планируется это реализовать? То есть, я понимаю, что есть много фермеров, которые именно стараются выпускать экологически такую чистую продукцию, но ведь это получается, например, по всей России нужно, ну, организовать как-то доставку этой продукции до конечного потребителя. Ну, доставку они все и так организовывают. Вопрос в другом. Вопрос, где подтверждение, что она экологически чистая. Да, то есть, я так понимаю, это же анализы какие-то надо делать, да? Правильно, молодец. Вот первое, с чего мы начали, мы начали сотрудничать с лабораторией, которая выдается на сегодняшний день экосертификат, то есть, которая проводит экспертизу и говорят, насколько продукти чистые, а насколько там химия. Почему я это говорю? Потому что, например, вот я, например, вегетарианец, я приехал, когда в Америку первый раз и начал есть там их вегетарианскую еду, да, там огурцы, помидоры, салат, я чуть не сдох в первый день, потому что мне скрутило желудок, там все нитратами пропитано. То есть, у нас еще, ну, как бы по-божески, да, то есть, у нас жалеют денег на нитраты, на химию, да, но зато мы благодаря этому живем более-менее, да, вот, там эта труба, вот, и мне больших трудов стоило искать что-то, вот как раз, откуда экофуды нашел, да, чтобы чего-то путевое найти. Вот, поэтому первое, мы экологическую сертификацию проводим, выделяем эти предприятия и, соответственно, дальше их ставим, выделяем в отдельную группу и даем им клиентам, потому что, слава богу, людей, ну, которые задумываются о своем здоровье, сегодняшний день становится все больше и больше, и здесь, конечно, как бы наше там правительство не ругали, да, мы далеко продвинулись по отношению с другими странами и по запрету алкоголя, и по запрету курева, и по запрету там всяких напитков, шипучек для детей, которые их травят. Вот. Ну, смотри, тогда возникает вопрос, окей, то есть, предположим, вы выявили, какой производитель именно производит качественную, экологичную продукцию, но, как правило, хорошая продукция без, или там с минимальным количеством консервантов, или вообще без них, она достаточно быстро портится, то есть, встает вопрос, опять же, доставки, то есть, как вот эта продукция качественная будет доставляться. Вот я, допустим, сетевик, окей, я хочу покупать качественный продукт для себя, там, для своей семьи, где мне его покупать? в магазине, который его производит, то есть, у тебя будет список, как магазинов, например, там, фермерских лавок, которые на земле рядом с тобой, так и интернет-магазинов, которые доставляют этот продукт. Ведь никто не мешает, и причем, ну, как бы, мы часто думаем, что хороший продукт долго храниться не может. Я приведу пример, вот с американской компании, в которой мы работали, там живой натуральный продукт, у него срок хранения был полтора года, там консерванты натуральные, да, вот на наши клюквы, например, она два года может лежать, и ей ничего не будет в замороженном виде. И, слава богу, сейчас есть технологии с натуральными консервантами, которые, в принципе, позволяют сохранить продукт. То есть, роль кэшбэк-сервиса будет в том, что он будет именно подсказывать потребителю, что вот эти производители делают качественную продукцию, идите туда, да? Первое, подсказывать, второе, вы их выделять в отдельную цепочку, третье, поддерживать. Потому что, на сегодняшний день основная задача какая? То есть, у производителя ему не пробиться, да, а у клиента среди кучи говна найти хорошее что-то нереальное, особенно, если ты в этом не разбираешься. Сейчас же все кричат, что у нас натуральное, приезжут в Чернобыль, и все понятно, и все говорят натуральное, да? А потом ты это натуральное съел и в больницу попал. А здесь такого не будет. То есть, четкая сертификация, четкая экспертиза, и человеку легко. Он вышел, выбрал и не парится. Тогда, смотри, встает такой вот момент, если, например, окей, какой-то фермер знает, что его продукцию будут проверять, не может он сделать так, что именно для тестов он сделает вот такой качественный образец, там, с минимумом консервантов, чтобы все, тест прошел успешно, а потом уже, там, производить, что попало. или все-таки лаборатория будет прослеживать качество на протяжении всего выпуска продукции? Ну, смотри, конечно, он может теоретически это сделать, но лаборатория как раз периодически есть такое понятие контрольная закупка, да? Делает в контроле, если кого-то выявили, сразу первое штраф, а второе убрали с платформы. То есть это, вот чем хорош сетевой маркетинг? Да. Он этим прекрасен. Как только появляется какое-то где-то дерьмо, как только появляется плохое отношение к клиенту, это мгновенно разносится по сети. Ты же не будешь своим друзьям говорить, что вот там, особенно, когда выбор большой, да, что вот иди и покупай у него. Как только ты понял, что тебя обманули, все, он, по сути дела, убил себя. Вот. Этим и хорош сетевой маркетинг, он продвигает качественный продукт. Да. Здесь получается, сарафанное радио работает в обе стороны. Он может работать и в плюс, когда сетевики расскажут о хороших качественных продуктах, но может сработать и в минус, если качество портится, да? Абсолютно верно. Абсолютно верно. И вот здесь мы как раз убираем одну из негативных вещей сетевого маркетинга, где часто выпускают какую-нибудь компанию, опять же, грубо скажу, с говнопродуктом, потому что им все равно они пришли деньги зарабатывать. И продукт это просто прикрытие, где придуманы какие-то свойства, и люди на этом зарабатывают. когда у тебя миллион магазинов и продуктов, тебе не надо продавать и продвигать говнопродукты. Ты можешь работать в долгу, ты можешь продвигать и выявлять как раз с рынка всего многообразия самое хорошее, чем тебе в кайф пользоваться, и тебе это легко продвигать, потому что ты и так этим пользуешься. И ты показываешь людям, как это получить и как еще получить это с кэшбэком. И по сути, даже если вдруг, как правило, например, в обычных сетевых компаниях у них есть какой-то завод, который производит вот именно для них продукцию, и если вдруг что-то нарушается в производственной цепочке, это целая проблема. А здесь получается, даже если с производителем что-то произойдет, ничего страшного, мы убираем этого производителя, на его место ставим нового. Абсолютно верно. Вот ты как раз выявил главную проблему многих сетевых компаний, потому что есть сетевые компании, которые начинали с хорошим продуктом, потом на рынке портится ситуация, они начинают что делать? Удешевлять продукт. Удешевляют чем? Химией. Но дистрибьюторы вынуждены его продавать, хотя я уже знаю, что он не работает так, как раньше работал. Почему? Потому что они деньги с этим зарабатывают. И у большинства сетевых компаний в итоге 90% пользователей сети это их же дистрибьюторы. Они потребляют часто продукт не потому что хотят получить от него результат, а потому что их заставляют это делать, чтобы деньги зарабатывать. Вот в нашей ситуации, мы когда даже начали, вот на сегодняшний день у нас более 60% товарооборота, это простые клиенты, которые даже бесплатные. То есть у нас есть вип-клиенты, которые за 39 евро купили вип-карту получают на 60% больше кэшбэк. И есть простые люди, которые вообще никакого прибыли, кроме как со своих покупок не получают. И вот здесь мы подходим к еще одной очень важной вещи. Что такое возврат денег со своих покупок? Вот мы поговорили про здоровье, физическое здоровье всем важно, согласен? Конечно. А как ты думаешь, финансовое здоровье насколько важно? Ну, тоже, тоже важно. Как это говорят, есть такая поговорка, рак кошелька дает метастазы на все сферы жизни. Ну, примерно так. А вот, так вот, финансам, у нас же никто не учит, все говорят про инвестирование и так далее, а большинства людей денег в принципе нету на инвестирование, да, то есть они живут от зарплаты до зарплаты. Так вот, если человек даже просто начинает пользоваться нашим сервисом, он же и так покупки делать и деньги, которые возвращает, которые он раньше выкидывал из семейного бюджета, там примерно 10% в месяц, да, будет, не говорю даже про высокодоходные источники, просто под банковские инструменты инвестировать и так на протяжении 10 лет за 10 лет у него скупится сумма равная тому, что он на проценты будет получать столько же денег, сколько он сейчас получает за зарплаты. Все, у него уровень финансовой безопасности, ему не нужно работать за деньги, ему не нужно переживать, что государство ему не будет платить пенсию и так далее. Это только личное потребление. Если у него есть вип-карта, да, вот эта, которая позволяет еще из покупок других людей получать доход, вот вы вернули людям деньги, они с кэшбэки получили, с вип-карты ты получаешь 15% с их возврата, да, в этом случае что происходит? В этом случае скорость вот этого накопления увеличивается. Например, ты 10 человек подключил, у тебя на год меньше уже, уже не 10 лет, а 9. Подключил 20, 8 и так далее. Если же ты становишься партнером компании, у тебя появляется возможность со всех клиентов получать, с партнерской сети, еще магазины можно подключать, кстати, этого тоже в мире никто не делает, никто не дает возможность подключать магазины и с магазинов зарабатывать, потому что это как раз на этом зарабатывают сами сервисы, зарабатывать деньги с магазинов. У нас партнер может подключать магазин и получать доход с оборотом магазина. Тогда у тебя появляется возможность не когда-то в светлом будущем, а в первые же месяцы работы зарабатывать больше, чем ты зарабатывал за 10-20 лет. У нас такие случаи уже есть, когда бывший токарь вышел на доход миллион 300 рублей в первый же месяц. Это больше, чем его зарплата за несколько десятков лет. Я повторяю, это только начало. Представляешь, что будет, когда магазинов будет на порядок больше. Я так понимаю, в чем плюс такого подхода, потому что обычно сетевые компании, как ты сказал, сосредоточены на продаже, то есть они говорят человеку, что вы должны покупать нашу продукцию, потому что она хорошая, она качественная, она дает результат. Человек начинает думать, окей, я из семейного бюджета должен вытащить энную сумму и на эти деньги покупать вот эту продукцию. А здесь получается, например, человеку не нужно менять покупательские привычки. Он привык ходить в какой-то магазин за продуктами. Абсолютно верно. Он по-любому в эти магазины пойдет, потому что есть надо каждый день, и он пойдет и потратит деньги. Вот возьмем даже пример, Андрей, ты хороший пример привел. Вот он решил заняться сетевым маркетингом. Мало того, что ему нужно закупить продукт, ему нужно ездить на семинары, ему нужно платить за гостиницу. То есть расходы, 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 да? Расходы, расходы, расходы. Здесь его расходы автоматически превращаются в доходы. Почему? Потому что чем больше он тратит, тем больше кэшбэка получает. Чем больше он гэшбэка получает, тем больше людей хотят иметь то же самое. И ему не надо дополнительно закупать какие-то продукты. Как у многих сетевиков, дома склад. И когда его на день рождения кто-то приглашает, уже знают, что он подарит. А вот смотри, ты сказал, что выход на рынок США, то есть компания еще не вышла или есть какие-то планы, как там ситуация? Нет, компания еще не вышла, не на европейский рынок, а на сегодняшний день компания официально работает в четырех странах. Россия, Казахстан, Белоруссия, Украина. Сейчас запускаются еще 7 стран, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Грузия, Монголия. А что значит запуск компаний в конкретной стране? Это юридически должно быть как-то оформлено? Абсолютно верно. Это я отличный вопрос задал. И сейчас уже любой человек может в принципе, вот у меня есть например дистрибьютор, они в Америке живут. Они делают покупки, получают кэшбэки, даже партнеров подписывают. У меня, например, девочка с Америки подписала подругу на Бали. Подруга на Бали подписала подругу в Москве. И все они получают доход. Вот сейчас подруга в Москве подключит магазин и девочка в Америке и девочка на Бали будет получать доход с российского рынка. Неважно где ты находишься. Что такое официальное открытие страны? Когда открывается страна официально в этой стране компания открывает официальное представительство. И когда появилось официальное представительство, можно подключать магазины в этой стране, которые на земле стоят. У интернет-магазина границ нет. Допустим, ты как раз, где ты живешь, ты на букинге можешь гостиницу забронировать и получить кэшбэк. Или на авиаселс билеты купить. А вот когда мы говорим про булочную рядом с домом, про салон красоты, который рядом с домом, про парикмахерскую, про продуктовый магазин, про магазин для детей и так далее. Когда страна официально открывается, у дистрибьютора появляется возможность подключать местные магазины и получать доход с этого магазина. А у клиентов появляется возможность в эти магазины ходить. И вот это мы планируем на европейский рынок двигаться со следующего года. А почему началось развитие именно с рынка СНГ? Если компания вообще европейская, главный офис на Кипре, почему началось с российского рынка, потому что президент компании хорошо знает российский рынок, он работал 20 лет на российском рынке, он строил здесь сети, у него есть здесь контакты, ну и так далее. Вообще, кстати, есть такое наблюдение, что в СНГ как-то сетевики более активные, подтверждаешь это или нет, я не знаю. Это заблуждение, это заблуждение, да, то есть я поработал, у меня вот сеть была начиная от Японии, самая восточная страна, заканчивая Штатом, то есть 24 часа в день твоя сеть работает, потому что там, где спят, в это время в другом месте день, да, так вот очень много вокруг сетевого маркетинга легенции возможно ходить, и всегда, как говорят, там на чужих полях трава зеленая, далеко не так, есть, и российский рынок далеко не самый крупный, он даже не входит в 11 миллиардных стран, то есть есть 11 стран, которые делают миллиардные обороты по сетевому маркетингу, он туда не входит в российский рынок, вот, просто исторически здесь больше работали и соответственно с этих стран стартовали, так вот, в Европе тоже взрывные рынки, причем там, особенно в Америке, там сетевики, так как 50 лет уже работали, очень далеко технологически продвинулись по продвижению сетей, там могут сети строить 100 тысяч человек за несколько месяцев, вот, благодаря технологиям, а так как у нас компания технологичная, и более того, мы сейчас технологии все сильнее улучшаем, чтобы гораздо проще было подключать людей, когда мы выйдем на европейский рынок, это будет просто сочувствую европейским сетевикам, которые не перейдут к нам. Понятно, то есть смотри, получается, допустим, человек, который посмотрел презентацию компании, ему понравилось, он уже может быть клиентом, неважно, в какой стране он живет, единственное, что он не может пока подключать бизнесы местные, например, если компаний нет еще в его стране, да? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Окей. Но при этом, находясь в любой стране, вот он, не выходя из дома, может запустить бизнес, например, в открытой стране. Ну, кстати, да. Это очень прикольно, иметь ресторанчик, например, в Москве, который приносит доход. Или в Митиле. Или парикмахерскую. И при этом не иметь этого геморроя, который обычно имеет владелец бизнеса. Там все эти вопросы с официантами и так далее, ну, там, с клиентами. Абсолютно. Ты обеспечил бизнес клиентами, а он обеспечил тебя доходом. Ну, и хотелось бы такой вопрос задать. Вот за много лет работы в сетевом маркетинге, какие, на твой взгляд, какие ключевые качества необходимы человеку для достижения успеха? Потому что ты сам знаешь, есть сетевики, которые уже достаточно долго занимаются сетевым, но по разным причинам что-то там не получается. То есть, ну, вот, уже имея богатый багаж за плечами, да, что можешь сказать вот в этом плане? Какие качества необходимы? Первое, самодисциплина. то есть, здесь нужно, особенно, когда ты начинаешь, да, заложить правильный фундамент, потому что дальше все дублицируется. Ты сделал правильно, люди делают правильно, они не знают, как по-другому, у тебя сеть строится быстро. Ты сделал неправильно, дальше эти косяки пошли распространяться на структуру. Это первый момент. Второй момент, нужно иметь видение, потому что не у всех получается сразу. У большинства людей, когда сразу не получается, что они делают? Сдают менять компанию. Не, они могут не сдаваться, они бегут менять компанию. От того, что ты 10 раз сменишь компанию, ты себя в эту компанию опять заново приносишь. Проблема не в компании. Ну, бывает в компании, потому что там много, к сожалению, пирамид на рынке, да, есть компании, в принципе, маркетинг такой, что никогда не заработаешь. Но, если есть люди, которые зарабатывают и не через 50 лет, когда они в компании, потому что вся сеть под ними, а вот приходят и зарабатывают, да, это значит, проблема не в компании. Проблема в чем? В тебе. Вот. Так вот, когда есть видение, тогда ты понимаешь, что даже если я двигаюсь 5 человек в год, я за год практически ничего не заработал, все над тобой ржать будут, да, но эти 5, даже если такие же черепахи, как ты, на следующий год 25, на следующий год 125, на следующий год 625, на пятый год у тебя структура 3000 человек. И дальше, если тебе компания с этой глубины платит и платит достойно, ну, в нашем примере, у нас, например, в компании, при структуре 3000 человек, ты долларовый миллионер. Работающий, да? Вот. Поэтому весь вопрос, готов ли ты это строить целенаправленно, и все. И автоматизировать процессы. Хотя даже, ну, про автоматизацию, я знаю сетевиков, в которых нет никакой автоматизации, которые с кнопочным телефоном работают и строят стотысячные сети. Почему? Потому что они выстроили отношения надолго. Не просто подписали человека, да, выстроили отношения, научили его элементарным вещам, передали ему свое видение. Вот. Все остальное за тебя компания сделает. Если компания нормальна, она обеспечит и продуктами, и обучением, и системой. Твоя задача в эту систему просто людей загрузить. Это как вот мне. Если я хочу растить олимпийских чемпионов, мне не обязательно быть великим тренером. У меня достаточно людей приводить в школу олимпийского резерва. А там тренера сделают из них человека. Возникает еще тогда такой вопрос. Вот смотри, за время моей деятельности в сетевом, я помню, было несколько попыток как раз именно кэшбэк-сервисы продвигать через МЛМ. И там в парочке даже я поучаствовал. Но и в том, и в другом случае это все как-то сошло на нет. Вот. И ну насколько я понимаю компания там WWP Capital, да? Как вы коротко ВВП говорите? ВВП Capital переводится очень просто Win-Win People Capital да? Win-Win выиграл-выиграл Ну это как по стиле Нухови, да. Да, объединил людей People да, создали капитал. То есть объединяем людей для создания капитала. И вот на твой взгляд то есть в чем тогда была причина? Вот мы с тобой говорим с одной стороны вроде бы идея классная да? Вот кэшбэк ты не нужно ничего продавать ты получаешь помогаешь людям покупать дешевле то что они и так уже покупают. И когда мне там например год назад рекламировали какую-то компанию а потом я слышу что ее уже и на рынке то нет но всегда задаешься вопросом а что же причиной то? То есть идея это классная а вот не пошло? Самый главный вопрос это вот как раз возвращаемся к вопросу когда я в банке работал приходит человек с бизнес планом по бизнес плану он должен стать миллионером вопрос почему не становится это как поговорка гладко было на бумаге но забыли про овраги да? Абсолютно верно так вот самый главный вопрос в реализации то есть одно дело хотеть а другое дело сделать большинство компаний которые вот ты перечислял они выходили на рынок продать идею под идею собрали деньги и на этом все закончилось потому что и не шмагла как в том анекдоте не шмагла и не шмагла ни мозгов ни чего не хватило а у некоторых может быть и не было желания ничего делать они просто под идею собирали деньги другое дело здесь вот смотри компания еще не продала ни одного продукта когда она вышла на рынок было ноль клиентов но уже было на платформе 600 крупнейших брендов то есть они получается еще до запуска связались соответственно уже все сделали то есть с первого клиента система работала не когда-то в светлом будущем у людей терпения нет они пришли что-то куда-то подписались деньги отдали а ничего не работает а он пришел он уже получает доход вот чего далеко ходить ну чтобы просто понимать по потенциалу давай возьмем один магазин алиэкспресс алиэкспресс делает до 25 миллиардов в день товарооборота он у нас дает 7,7% кэшбэка то есть это около 2 миллиардов с этого оборота можно получить соответственно ты получаешь в среднем 5% то есть это до 100 миллионов долларов в день можно с одного магазина получать покажи мне компании которые это позволяют в день а вот смотри тогда раз ты алиэкспресс упомянул вопрос возникает многие пользователи и в том числе те кто нас слушает сейчас там записи да они наверняка уже делали покупки на алиэкспресс то есть если они становятся клиентами ввп капитал то есть им нужно будет заново регистрироваться или что что им необходимо сделать чтобы получать кэшбэки ничего не нужно им просто перед тем когда они следующий раз пойдут на алиэкспресс им нужно будет зарегистрироваться ввп капитал и перейти на сайт алиэкспресса с кабинета личного или с приложения ввп капитал все вот как простой пример вот я например как я сказал много очень путешествую так как я много путешествую у меня например на букинге свои скидки есть такая система дженниус так вот если я теперь что я делаю я перехожу на букинг из свитипс у меня сохраняются мои скидки как часто путешествующего у меня свой кабинет да так же на букинге остается но я получаю скидку я получаю кэшбэк от свитипс и я еще если пользуюсь банковской карты которую кэшбэк дает еще и с банковской карты получаю процент свитипс напомни для тех кто первый раз нас слушает это приложение от компании да 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 это наш сервис который там в двух мидах то есть первый это на сайте приложения свитипс точка ком вернее на сайте сайт свитипс точка ком сервис и второе это можно скачать приложение свитипс 2.0 абсолютно без разницы или ты с приложения зашел или ты с сайта зашел или даже там у нас есть еще круче есть браузерная версия ты просто скачал браузерную версию тебе даже не надо заходить на сайт следующий раз когда ты заходишь в любой магазин например тот же booking тебе система автоматически говорит данный магазин дает кэшбэк будешь получать получаешь вот соответственно так вот когда я получаю из скидку и кэшбэк и кэшбэк от банка вот это и называется умное потребление 90 процентов людей говорит ой что там эти копейки друзья мои даже у вас зарплата маленькая там в 30 тысяч рублей вы 10 процентов будете возвращать это три тысячи рублей если для вас это копейки ну отдайте мне я не грязную вот представь если ты шел по улице по какой-то и каждый месяц находил там три тысячи рублей но я думаю ты зачастил на эту улицу да вот у нас такая возможность есть и каждый человек который ты привел на эту улицу ты еще с него там по 300 рублей получаешь сколько приведешь людей там вся улица будет забита вот у нас это работает приводите зарабатывайте то есть осмотреть ну если секрет структура на данный момент сколько у тебя уже 58 тысяч человек вот лично приглашенных ну где-то человек 40 и получается 58 тысяч человек делают покупки в самых разных магазинах да абсолютно на земле в интернете и так далее ты с их покупок имеешь какой-то процент да с каждой покупки вот я кстати сегодня можете подписаться на мой инстаграм он так и называется савич сергей да я сегодня в stories выложил просто скрин сколько денег капает там за 30-40 минут потому что у тебя когда приложение когда тебе поступает ну кто-то что-то купил тебе вам вам сообщение те копнуть денежку те копнуть денежку просто выложу чтобы посмотрели и увидите как это работает как говорится в заработок в прямом эфире да в режиме примерно тогда примерно так хорошо сергей но я думаю общение наше было полезно для всех наших слушателей спасибо тебе большое за уделенное время что поделился своей историей также поделился своими советами и кто будет смотреть наше интервью в записи вы на экране сейчас можете увидеть личные данные сергея то есть если будут какие-то вопросы о компании в в в в в п капитал то пожалуйста обрали выручил уже название да да еще еще одну фишку хочу сказать вот такой вообще ни у кого нет мы сейчас еще сделали одну фишку интересно называется виртуальный сетевик вот некоторые боятся отказа не идут сетевой маркетинг а вдруг мне откажут но это конечно глупость потому что вам отказать не могут отказывать себе потому что у вас от этого контракта никто не заберет так вот как он работает ты просто знакомым дал ссылочку а он дальше его доведет до контракта ответит на вопросы все покажет расскажет и зарегистрирует а тебя остается потом только получать деньги вот такая вообще прикольно это как раз то что ты сказал это то что ты сказал что роботы наступают до роботизация идет да абсолютно верно абсолютно верно то есть пока роботы работают ты отдыхаешь это получается именно сама компания разработала или это наша команда а ваша команда супер интересным интересно было бы посмотреть пришлю тебе посмотришь хорошо хорошо сергей спасибо большое за интервью на связи до всего доброго всем успехов ребят пока 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 global star club возможности безграничны